Тёплый привет всем любителям космических Рейнджеров 2. Я приглашаю вас посмотреть на прохождение планетарного боя под названием Возгорание. И надеюсь, имеется в виду не то, чтобы сегодня от этой карты ко мне приехала пожарная машина, а такое вполне вероятно, и вот почему. На карте у нас два противника. Келлер, который засел со своими шестью ракетными турелями на своей базе, но он не идет ни в какое сравнение с Блазером, который сидит в своем неприступном ущелье с еще более интересной обороной, которую нам придется как-то выбивать. Поэтому, я думаю, настало время для вас, любителей долгого прохождения планетарных боев. И давайте начинать. Что будем строить первым? Ну, самое простое, что мне приходит в голову, это ответить ракетницами на ракетницы с дальностью. Хочу заметить, что ресурсов у нас на самом деле не так тут и много. Собралось? Ну, нужно перехватывать, в общем-то, эти нейтральные заводы. Так что традиционно... Есть у нас также еще огнеметчики на этой карте, и я бы строил здесь таких вот роботов. Два плазмогана, ракетница плюс разрядник. С фаерволом обязательно, чтобы они сами не подпадали под действие разрядника. Опа, у нас уже встречают, смотрите. Давайте мы им помешаем, они нам тут нафиг не надо. Поднимаются, к слову, они по этой лестнице очень-очень долго. Это огнеметчик. То есть, неприятная для нас совершенно цель, которая может взять и полыхнуть. Видим, что нас пробили, поэтому... Опять-таки, хорошей мыслью было бы немножко подлечиться. Давайте это и сделаем. Ну, по сути, здесь этот первичный десант мы сольем, конечно. Но вот огнеметчик меня, конечно, смущает. Но он, вижу, уже потратил свой запас, поэтому можно смело выдвигаться вперед и его уничтожать. Даже с плазмоганов он довольно-таки неохотно разваливается. Давайте отправимся на второй завод. Смотрим, куда идет киллер. Киллер пошел куда-то наверх. Видимо, он там с блазером будет воевать. И это меня вполне тоже устраивает. Главное, чтобы он не направился где-то вот здесь, по моему мостику. Смотрим, что можем подстроить, что нам не хватает. В принципе, нам бы здесь пригодился огнеметчик, как мне кажется. Чтобы сливать то, что будет приходить вот отсюда. Захвачен-то. Хорошо. Будем делать вот такую вот ракетную оборону. Ай-яй-яй, не хочет у нас сегодня турели ставиться. Турели, конечно же, ставить будем повсюду и везде. Нам это очень нужно. Прийти к нам могут здесь в любой момент. К слову, я так заметил, здесь и справа же ведь много нейтральных заводов, так что блазер там пока движется. Надо попробовать как-то захватить их, а то он там отъестся на них и нагрянет к нам в гости. А нам тут такого совершенно не нужно. Давайте, наверное, так и поступим. Будем ему препятствовать заниматься своим плохим делом. Ну и, конечно, окружать наши заводы соответствующей обороной. Тут какие-то зеленые кранчики вон там движутся. Ой, показалось, что огнеметчик по своим полохнул. Это было бы очень неприятно. Так, 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 так. Берем ручное управление и вот сюда огоньку. Но по факту нам помогло это, конечно, не сильно. У нас есть вторая попытка. Утка подгорает! А теперь это было немножечко лучше. Ну, они там сейчас догорят уже, это не страшно. Что неприятно, это то, что происходит у нас вот здесь. Здесь нам нужен огнеметчик. А может быть даже два. Иначе этот завод у нас падет. Нам тут такого не надо. Едет он, конечно, медленно, что нифига не прикольно. Так, давай, 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 давай. И вот туда. Хорошо. Это был первый. Но что вижу? Вижу, что не помогает это нам. Келлер пришел большими силами, чем я думал. Значит, придется нам здесь тоже держать какую-то оборону. Ну, будем его уничтожать до того, как он здесь накопит значительные силы. Отлично, вот так вот их изжигаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А оказывается, у огнеметчика не сильно там много здоровья осталось. Ой-ой-ой. Надо отступать. Ай-яй-яй, заканчивается у нас огнеметчик. Ну, в принципе, мы сможем сейчас еще одного построить. Главное это то, чтобы не зажали нас здесь с двух сторон. Что было бы неприятно, конечно. Ну, робот с пушками там тоже нарезает, хорошо. Так, и что видим? Видимо, что он тут обалдел в конец. И идет все новыми силами. Нужно нам огнеметчика лечить, чтобы не терять. Но нет у нас, к сожалению, на это ресурсов сейчас. А келлер там все идет и идет. Как эта посуда, которая там... Посуда вперед и вперед. По горам, по болотам идет. Отлично, один готов. Самое главное, чтобы мы тут пока сидим в ручном управлении, к нам сюрприза какой-нибудь не нагрянул. Было бы это крайне неприятно. Вот как сейчас. Идет здесь к нам снизу блазер. Огнеметчиков поменяем, наверное, местами этот сюда, а этот сюда. Видим, что пошел блазер, как я и говорил, захватывать вот эти нейтральные заводы. Так что нужно тоже нам в этом преуспеть. Ну, допустим, вот как-то так. Келлеру тоже можно помешать, но по факту он сейчас на нас не сильно глядит. Так как на карте, как я уже сказал, большой недостаток ресурсов, то и начать бы, наверное, думаю, стоило с того, чтобы этот недостаток убрать. И не быть ни в чем ограниченным. К блазеру мы, наверное, пойдем вот с той с южной стороны. И, кстати, было бы неплохой идеей отправить ремонтника вот сюда, чтобы он подлечил нам турели. А пока пойдем захватим вот этот завод. Аккуратненько, чтобы нас не расстреляла пушка. Почему-то радиусы нам здесь не хватает. Не понимаю немножко почему. В чем дело? Почему он не стрелял по ней, я не знаю. Так, отступаем, надо отличиться. Придется ее в ручном управлении. Что-то робота затупила вне его. Ай-яй-яй. Тихо. Потихоньку копятся ресурсы. Довольно много на этой карте титана, как я вижу. Это, конечно, здорово. Все. Отлично. Вот зачем он съезжает оттуда, я не понимаю. Ну дай ты разрядник по нему. А, все, дал. Отлично. Молодец. Похоже, что здесь будет какая-то позиционная, планомерная война. Просто на истощение. Ну хорошо, захватили. Значит, выдвигаемся вот сюда дальше. Берем нейтральный завод. Нет, сначала. Сначала нужно уничтожить вот это вот. Что стоит у нас на мосту. И опять-таки, робот у нас почему-то тупит и совершенно не хочет в ту сторону стрелять. Смотрите, вот только с ручного управления я почему-то смогу по нему стрелять, а иначе нет. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, с максимально совершенным игровым движком из всех возможных. Так, не теряем мы здесь плазмоганчика. Это очень клево. Это очень здорово. А тем временем идут сюда все новые войска. И, боюсь, мне сюда нужно будет подкрепление. Только вот где его взять, это подкрепление? Нужно то, что стоит как можно меньше ресурсов. Смотрим, что у нас отжирает. Вот будем блокираторы ставить. Типичное пушечное мясо. Хороший выбор, наверное. Чтобы расходовался титан. Этот завод я не захватываю для того, чтобы в мою сторону не глядел келлер. Иначе он, я боюсь, начнет тут сюда вправо идти. А так он здесь идет наверх, пробивает там блазера, пробивает вот здесь. И, в принципе, делает полезное дело. Ну, а мы выдвинемся вот сюда. Почему-то... А, вот, на этот раз плазмоганчик стреляет. Это хорошо. Отстреляли боезапас, отступаем. И лечимся. Перезаряжаемся и бой. Наверное, даже лучше на ручнике. Ай-яй-яй. Так можно и это. Поехали. Мясо у нас поедет вперед. Которое нас расхватывает наш титан. Не хватает, как я вижу, больше всего энергобатарей, как и всегда, впрочем, наверное. Пробитых все равно стараемся отводить назад, чтобы не терять особо войска. А тем временем, думаю, стоит разобраться вот с этим неприятным... Десантом. Десантом. Который совсем тут офигел в конец. Вот так. Хорошо. А кто нас там атакует? Вроде никто не атакует. Вроде все нормально. Все, можно теперь выдвигаться вот сюда. И планомерно зажать его вот так с двух сторон, чтобы такие вот, скажем, клешни можно было его взять и не выпускать, чтобы он не гулял вот по этим мостикам, а послушно шел в ту сторону, которая нам надо. Нужно построить зиккурат. Чего? Нужно больше золота. Опять работа? Больше золота. Ну, давайте куда-то вот сюда. Хорошо. Отправляемся наверх. Ну, вот сюда, конечно, пока не идем. Здесь стоят ракетницы, которые с легкостью нас смогут уничтожить. Такого мне тут, конечно, не нужно. Да и ремонтник сам по себе тоже пробитый. Вон, вертолеты опять полетели. Не черные, но все еще вертолеты. Все, в принципе, с этой стороны нам уже ничего особо не грозит. Отправляемся, да, захватывать вот этот последний наверху. Чтобы единственный, который выбор у него был, пойти либо на нас, либо на Келлера. А других вариантов как бы у него и нет. Мост очень узенький и, боюсь, сейчас можно потерять ремонтника из-за этой причины. А может быть и нет. Ну, хорошо, хорошо, захватили всю сторону мы. Единственное, что он сейчас, в принципе, может, действительно может сделать, это прийти сюда взорваться кем-нибудь. Самого неприятного. Но ему это, в принципе, может не дать сделать разрядник. Что тоже самое по себе довольно круто. Все, эту сторону мы захватили и удерживаем. Теперь, кажется, пора приступать к тому, чтобы взяться за Келлера. Для этого мы соорудим себе какую-то дополнительную грубую силу. Ну, скажем, вот такой было бы вполне достаточно. С разрядниками, плазмоганами и ракетницами. Это то, что надо. Кстати, почему я строю плазмоганы вместе с разрядниками? Это для того, чтобы роботы плазмоганами не промахивались. А то такое очень часто случается. И, конечно, неприятно. Вы такие плазмоганчика построили, а он взял и весь заряд просто ушел мимо в молоко. Неприятность. Ну вот, как я и планировал, они сцепились друг с другом, потому что... Потому что Блазер понял, что ничего ему с той стороны не светит, и все. Пошел воевать суда. Разделимся, пожалуй, мы на... Вот это вот огнеметчика на две группы, так сказать. Вернее, даже на три. Третья будет вот здесь. А это будет у нас второй группы. Огнеметчиков я, пожалуй, отправлю на убой, потому что... Опасные они все-таки для меня самого, прежде всего. Не только для врага. Почему у меня всегда подгорает мясо? Отлично. Очень хорошо. Идем захватывать. Кажется, здесь все в порядке. Ну и, как я говорил, планомерно здесь отстраиваем ракетницы, чтобы дополнительно усложнить жизнь противникам, которые пожелают это все захватить. О, боже, он взорвался. Ну что ж, это значит, надо отлечиваться, а то мы здесь все просто потеряем. Как я говорил, он вполне, да, может построить робота с бомбочкой, и все. Придется отличиться тогда. Вижу, что отстроились у нас турельки. Это тоже здорово. Ну и, значит, настало время дополнительной грубой силы. Заодно потратим те ресурсы, которые у нас уже есть. Но это пока еще цветочки, потому что мы не начали пробивать его оборону. Так что посмотрим. Блазер его немножечко сминает здесь, как я вижу. Что, в принципе, само по себе тоже довольно хорошо. Это нам расчистит путь. Ну что сейчас можно сделать, так как блазер идет через... Ой-ой-ой, не надо так идти через эту сторону. Идите вот сюда. Они так и норовят сдохнуть. Почем зря. Я предпочитаю ракетницы, потому что ракетница, наверное, самая неприятная из турелей, которая здесь есть. Здесь они столпились, но сейчас будем глушить вот эти лазерные турели внизу. Двумя группами войск. Потому что идти одной, ну, не хочу я здесь потерь просто нести. Ни к чему это. Блазер все продолжает идти к нему через верх, как я и хотел. Так как я и планировал. Так, ремонтник отведем чуть назад. И поехали. Надеюсь, мне здесь ракетницы не дадут по голове. Заглушаем лазерные турели с помощью разрядников. Ой-ой-ой. Ракетница там сейчас может сделать неприятность. Роботы продолжают толпиться, прямо как для нее. Смотрим. Теперь возьмем какой-нибудь хлам, вот вроде вот этого. И посмотрим с ручного управления. Достает ли здесь... Да, 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 да. Ракетница здесь достает. И спора об этом даже нет. Конечно, нас атакуют. Там две ракетницы стоят. Хм, ну что здесь можно сделать на самом деле? Нам, я здесь в принципе вполне достаточно войск. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь именно отдельно ракетчики. Таких нету. Ну хорошо, давайте попробуем кое-что предпринять все-таки. Так, 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 нет. Это не то, что я хотел. Я хотел немножко другое. Есть вот у нас просто такие ракетчики, на которых можно... Скажем, поставить фаервол и соорудить бомбой. Еще при этом. Или же все-таки с дальностью. Что лучше. Просто ресурсов мало сейчас. Сильно много я их не построю. Ладно, давайте построим ракетчиков с дальностью, потому что... Бомба просто больше ресурсов потратит. Эти здесь все курсируют совершенно каким-то... Непонятным для меня образом. Сейчас мы их сюда отправим и попробуем эти ракетницы снять, потому что... Идти через них это самоубийство. А вот здесь мы, наверное, прорвемся все-таки при помощи бомб, когда у нас ресурсов побольше накопится. Но кто говорил, что будет сильно просто? Никто не говорил. Сами отойдем вот сюда, а ракетчики сделают за нас всю работу. Ой-ой-ой. Нас там жует турель. Не надо это вот отпускать. Так-так-так-так. Как-то вот так давайте, что ли. Да я просто запасных ракетчиков построил, так на всякий случай. Достает ракетница, к сожалению, до нас отсюда. Ну и мы до нее тоже, кстати, достаем. Да, не зря, как видите, я взял себе дальность. Снаряды пролетают вот над этой вот трубой завода и... Уходят в свою цель. Это довольно приятно. Сейчас, думаю, таким же образом... ...получится вторую нам снять. Главное, чтобы ракеты не улетали вот в эту вот стеночку завода. Келлер нам не желает препятствовать. Это похвально. Просто зажал гирикой мышь и пошел пить чай. К этому времени турель уже разбита. Скажем так. Так, вроде здесь все, да? Угу. Я, кстати, не знал, что раньше можно аж вот так камеру отдалять. Оказывается, можно. Смотрите, какой масштаб в ручном управлении прикольный. Ну и, в принципе, думаю... ...здесь уже можно попробовать прорваться грубой силой, сняв вот эти две ракетницы. Если не получится, ну, будем тогда думать дальше. Но я думаю, получится. Первая группа, вторая группа. Поехали. Главное, всех правильно распределить. Снимем-то хоть одну ракетницу-то? Одна снята, вторая, считайте, тоже. Угу. Возможно, даже нахватит нас на две оставшихся, скажем так. Возможно, конечно, чуть-чуть и не хватит. Ракетница осталась совсем чуть-чуть. Эпик-эпик, друзья, но нам сняли все войска, которые есть. Поэтому отступаем сюда. Построим ремонтников на антигравах. Я сказал, на антигравах. Хотя бы одного. И повторим. Возможно, у нас, кстати, есть второе подкрепление. Оно будет ровно через 8 секунд, и можно... Ай-яй-яй. Можно будет прорваться с помощью него. О, отлично, отлично. По итогу у нас разваливается робот. У нас, как я уже сказал, есть подкрепление. Сняли ему здесь всю оборону. Правда, наполучали по роботам из-за вот этой вот ракетницы. Странно. Мне казалось, я на акропланах построил. А, с антигравами вон тоже едет. Ну ладно. Ну и, в принципе, все прорываем точно по той же схеме, пока там Блазер не пришел захватывать вместо нас. Воспользовавшись, так сказать, плодами наших усилий. Захватим этот завод. Кстати, интересно, а как спуститься через этот... Через лаву, что ли, пройти? Интересно. Это интересный вопрос. Хорошо, здесь... Здесь мы захватываем. И идем захватывать базу. Ничего он нам тут уже не сделает особо. Отлично. Кем захватить? Ну, думаю, захватим ремонтникам и отстроим нового просто. Угу. И пойдем зажимать клешни вот эти аж до северной стороны вот сюда. Чтобы и левая сторона оказалась запертой, и идти он мог только слева, справа или через центр. Причем, где бы он ни пошел, нифига у него из этого не выйдет. Угу. Хорошо. Базу захватили. Как уже сказал, отстраиваем нового ремонтника и... Полюбились мне что-то вот эти роботы. Так что, пожалуй, еще построим. Можно, кстати, перехватить и вот эту парочку заводов. Она тоже нам лишней не будет. Приход микрочипов нам все-таки важен. А, кстати, а что будет, если проехать через лаву? Мне вот интересно. Как, вот так вот берешь, просто едешь? Забавно. Просто берешь и едешь через лаву. Это вам не обливен. Понятно. Мы себе, в принципе, отправим их. На программе захвата. Чтоб пока этим не заморачиваться. Ай-яй-яй. Или не отправим, там ракетница стоит. Но она, в принципе, сейчас занята другим делом. Так что, не будем ее отвлекать от него. Вот так вот интересным образом помогает нам Блазер. Отвлекает ракетные тарели. Опять делает полезное дело. Блазер нам вообще в целом очень любит всегда помогать, как я уже заметил. Заводы для нас захватывает. И все такое. Ну все, в принципе, строиться мы можем уже с этой базы. Думаю, новых войск нам здесь не понадобится. Отправим их на программки захвата. Вроде здесь ничего серьезного по пути особо нет. Тем временем, что можно сделать? Итак, у нас выбор теперь, с какой стороны прорываться. Здесь узкое ущелье, по сути. Но зато... Прорываться не с правой стороны. Откуда сложнее? На самом деле, это интересный вопрос. Но мне кажется, прорывать нужно либо вот отсюда, либо вот с этой стороны. Как будем прорывать, прорывать будем бомбами, я думаю. То есть использовать тактику нашего... Ай, противника. Были у меня тут уже какие-то ракетчики с бомбами. Правда, возможно, сильно много их и не построить, по факту. Будем строить обязательно на фаерволе. Как видим, микрочипов нам не хватает больше всего. В принципе, можно тогда и... Строить огнеметчиков, наверное, даже. Чтобы полыхнуть и взорвать еще при этом. Да, давайте, наверное, так и поступим. Все-таки меньше микрочипов у нас будет, наверное, на это уходить. Строить можем таких целых четыре на данный момент. То есть, как видите, нам весьма пригодились те ресурсы, которые мы собрали на карте. И не думаю, что прорыв будет таким уж легким. Здесь они все перехватили, хорошо. Пока отменяем им программу захвата. И встаем как-то вот здесь. Как-то вот так. Кто там на нас напали? Напали вот эти пацаны. Ничего у них тут, по-моему, не получится. Поскольку у меня здесь стоит ремонтник. Ну и все, идем взорваться через центр. Потому что очень мне эти ракетные турели могут напакостить, пока я буду прорываться слева или справа. То есть они будут развалить меня, скажем так, с флангов. Ай-яй-яй, не получается у нас первого взорвать. Не получается. Почему не получается? Ладно, на этот раз, возможно, полыхнуть было плохой идеей. Да что ж такое? Почему? Неужели из двух ракетницок урона хватает? Ух. Так, на этот раз, кажется, получилось все. Да. Извините, я что-то не ожидал, что они так вваливают больно. Так, отлично, две ракетницы по центру сняты. Здесь осталась одна. Ну и что, я думаю, можно прорываться. Даже можно пройти вот туда вглубь и рвануть еще и там. Благо ресурсов теперь у меня хватает и... Могу я себе позволить некоторые потери и некоторые ошибки. Поехали, пацаны. Так, хорошо. Медленно он как-то едет. Все-таки мне кажется, что иногда... Роботов, которые с бомбой надо строить... Именно... Ах ты ж, зараза, не хватает все равно. И видим, что Блазер... Чуть ли не поехал через центр. Возможно, турели надо снять с помощью огня. Рванули. Взорвали завод, кстати, по пути. Что тоже приятно. Ну попробую я ее с помощью огня все-таки убрать. Что ж, смотрите, Напалму летает в сторону. А почему он улетал в сторону, я не понимаю. Это же бред. Почему? Ладно, неважно. Оставим его про запас. Я понял, что это была плохая идея, на самом деле, прорываться здесь с бомбами. Так не делайте. Ну что ж, тогда организуем боевую группу вот здесь, по центру. Снимем эту мерзкую... Мерзкую турель, мимо которой улетает весь огонь. Я не знаю, там что, ветер, что ли, дует или что-то в этом духе. Или это испорченная физика. В чем дело, так и не понял ее. Ну, короче, это была плохая идея там взорваться. Надо было по старинке действовать. Ну, справа у нее, как я и говорил, здесь ничего не получается. Решил он тут через центр теперь идти, что ли? Нет, передумал. Мы сейчас эту тарель уничтожим даже до конца. Почему-то, кстати, разрядник, мне казалось, не сработал. Все, сняли. Отступаем. Возвращаемся и жахнем уже в центре. Нам никто уже не должен помешать это сделать. А вот странно все-таки. А, он же не с фейерволом. Жахнули мы в центре. Хорошо, хорошо. Рвануло, мне понравилось. И теперь можно что сделать. Можно отправить на программе захвата здесь. Здесь они пускай обороняются. И здесь мы просто к ним присоединимся сейчас. Можем даже еще немножечко позволить себе рвануть. Новый робот построен. Я сейчас смотрю по мини-карте, где они точно едут. Новый робот построен. Угу, вот здесь и едут. Хорошо. Идем через центр. Возможно, сейчас, кстати, что от этих войск ничего и не останется. Но я буду надеяться, что все-таки нет. Что что-то достанется. Идем. Надо рвануть. Срочная задача. Срочная задача рвануть. Задавим их интеллектом! Возможно, кстати, что и по своим. Ха-ха. Пух. А, дурацкая турель вот эта наверху сидит. Ничего нам не дает толком сделать. Не стреляют они почему-то по ней. А значит, немножко отступаем. Идем вот сюда. У нас есть еще роботы. Ай, прожарили нас хорошенечко, конечно. Ничего не скажешь. Мне надоело это идиотство, поэтому я беру подручное управление сносить эту турель. Они не хотят по ней стрелять совершенно. Меня это немножко нервирует. А, ну зато мы турель сняли. Хорошо. И захватить, я сказал. Все, наконец-то. Ха-ха-ха. Прорвали мы по итогу две стороны. Может быть, не идеально сыграли, но... Это то, как играется, наверное, эта карта стандартно. То есть, когда не знаешь толком до конца, что именно нужно сделать, но делаешь это. Что ж, друзья, а если карта вам понравилась, ставьте лайки, комментируйте, скажите, что думаете о видео. Мне будет приятно и это отличный стимул снимать новые серии как можно чаще и делать их как можно лучше. Еще больше планетарных боев, еще больше текста квестов и всего такого. Ну что ж, а на этом пока все и встретимся с вами в новой серии прохождения космических рейнджеров. Пока-пока!